Привет всем, кто хочет жить в стране для жизни. Сегодня у нас в гостях Каневская Татьяна Васильевна, кандидат в депутаты по Гомельскому советскому избирательному округу номер 34. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Добрый вечер. Расскажите, почему мы именно вот в этом месте сейчас находимся с вами? Дело в том, что я здесь живу. Это мой район. Я здесь выросла, здесь родилась, здесь умерли мои родители, и родились мои сыновья четверо. И вот, будем говорить, месяцев парочку назад я сколько раз проезжала здесь, никогда не обращала внимания, а тут увидела, что у меня на остановке стоит серого цвета табакерка, невзрачная, вот эта сзади табакерка, но возмущает даже не это. То, что я против монополии, что в стране такого не должно быть, потому что если даже сам президент нам говорит о том, что надо ужесточать меры, мы запрещаем курить в общественных местах, мы запрещаем в парках, в детских каких-то площадках. И тут вдруг у меня на остановке табакерка, но это ж не то, не все. Вот прямо перед нами... Позади камеры прямо находится Гомельский городской лицей номер один. Да, он физико-математический и гуманитарий. Здесь учатся дети, которые заканчивают 7, 8, 9, 10, 11 класс. Чуть дальше за лицеем, прямо во дворе, стоит детская музыкальная школа. Одна из лучших школ у нас в городе. Недавно был построен замечательный зал, в котором выходят одни конкурсанты. Это великолепная музыкальная школа. Чуть-чуть вот здесь у нас военкомат. За военкоматом у нас центр дошкольного развития. Это еще дети. Чуть дальше, будем договорить, несколько кварталов, третья школа городская. Очень много детей, которые живут здесь, они туда идут. И все это получается вот через замечательную табакерку. Татьяна Аченович, а получается, что здесь, грубо говоря, 20 метров всего от лицея номер один поставили табакерку на остановке. Причем я вот вижу, что гражданам здесь из окна вид просто наполовину закрыли, вот прям полностью. Я знаю, что возмущаются. Мы снимали уже один ролик по этому поводу. И люди, которые стояли на остановке, они слышали, как мы про это говорим. Они просто подключались к нам, говорят, да, 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 посмотрите, людям тут не видно ничего из окон. Поэтому, не знаю, даже не как депутату, кандидату в депутат, просто как человеку, который живет в этом районе. Меня это возмущает. А как получается, что все люди против? Здесь родители против, да, чтобы дети имели рядом такой магазинчик по продаже сигарет, да. То есть людям мешает, закрывает вид, да. Но, тем не менее, один человек там устроил эту монополию, разрешил там какому-то предпринимателю торговать. И вот мы все против здесь. Как с этим бороться? То есть это... Ну, я думаю, что я процитирую классика. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Нужен один человек, который возьмет на себя такую ответственность, пройдет по району, соберет подписи и начнет эту борьбу. Пока такого человека не нашлось. То есть, на все так, получается, надо не по району, а уже по стране. То есть, то же самое и в Минске, и в других городах. Они никого не слушают, просто берут, ставят эти табакерки, люди возмущаются. Я видел, на некоторых там бьют стекла, обрисовывают их, да, сразу еще до открытия. Но, тем не менее, как бы ничего не меняется. Ну, я предлагаю, давайте вы и я возьмем на себя такую ответственность за обязанность и давайте начнем бороться. Так, мы не против. То есть, ну, а что, думаете, просто подписи или надо, может быть, как тунеядцы в свое время вышли, сказали нет? И тогда власть услышала, что люди не хотят. Я понимаю, ну, тогда это коснулось огромного количества людей, а сейчас пока они просто ходят, возмущаются. Не, я думаю, что надо начать с малого. Пока мы просто говорим, пока это все на уровне вот разговоров. Мы пришли, нам не нравится, мы что-то дома побурчали. Надо действовать. Может быть, не сразу радикально. Может быть, если бы было собрано пару тысяч подписей, отнесли бы, не знаю, может быть, в администрацию президента. Ну, надо просто в любом случае что-то делать. Ну, давайте вот на вашу инициативу мы поддержим. Например, предложим людям подписать петицию, которая будет там под роликом, например. И по, значит, сносу этих табакерок, то есть пусть они обратно возвращаются в магазины специальные, специализированные отделы, где это все спрятано и не на виду вот так вот, как это у людей. Между прочим, в магазинах это спрятано. В магазинах это нельзя. Это все закрыто, а здесь это все на остановке прямо. Я согласна. Поддерживаете нашу инициативу. Да, я вообще считаю, что вот ваше название меня вдохновляет, если честно, вдохновляет, потому что действительно я хочу жить в Беларуси. Это моя страна, я ее очень люблю, я не собираюсь от нее бежать, как крыса с тонущего корабля. Я думаю, что у меня достаточно сил для того, чтобы и сама, и помочь десяткам тысяч белорусов жить и сделать ту страну, которую мы хотим видеть. Я вас уважаю. Татьяна Васильевна, давайте тогда мы сейчас переместимся к нам в студию, и там вы расскажете о своей программе и почему вы захотели стать кандидатом в депутаты. С удовольствием. Кстати, если вы хотите приобрести футболки, бейсболки, наклейки с логотипом канала, либо же предложить свою тему для какого-то ролика, или же просто помочь каналу, вы можете сейчас все это сделать, пройдя по ссылочке под этим видео. Давайте вместе будем строить страну для жизни. Татьяна Васильевна, почему вы зарегистрировались кандидатом в депутаты и выдвигаетесь вот по 34 округу? Почему, что вы хотите изменить? Для меня это шанс открыто на всю страну говорить о той проблеме, которая существует. Для меня это очень важно. Уже более двух лет я занимаюсь проблемой 328. Это наркотическая статья 328. По этой статье наказан мой сын. Получил первый срок 8 лет 1 месяц. Это третья часть по этой статье. Затем ему переквалифицировали, благодаря, конечно, и моей борьбе, и его на вторую часть. И окончательный срок 5 лет. А можно люди просто думают, что иногда по делам тех, кто распространяет наркотики, чтобы их наказывали? А в двух словах, что за история? Как получилось, что он виновен? Очень хорошее слово. По делам тому, кто распространяет. Но распространение надо доказать. К сожалению, у нас суда нет. У нас правосудия нет. Поэтому я не могу считать своего сына обвиняемым на полную степень. Потому что то, что происходило в суде, это больше походило на фарс. На самом деле, мой сын признал вину по первой части. Действительно, он совершил правоправное действие. Он взял в руки наркотики, конопля, 2 грамма 59 сотых. Это одна сигарета. Произошло это таким образом. Он долгое время работал промышленным альпинистом, с 20 лет. До этого, конечно, он поступил в академию при президенте, военную академию. Отучился полтора года и сказал, мам, это не мое. В армии круглое носят, квадратное катают. Когда он побелил 5 гектар леса для встречи президента, елки побелили в лесу, убрали шишки, спалил себе руки. Он сказал, мам, я этого не понимаю. И он из армии ушел. Пошел работать промышленным альпинистом. Объездил всю Беларусь, Россию, делал Олимпийскую деревню в Сочи. Устал. У него была семья. Ну, не сложилось. Это у каждого бывает, это жизнь. Не сложилось. Дочь обожает. Просто боготворит эту свою девочку. С ее мамой разошлись. Он платил элементы. И когда приехал в Гомель, сказал, мам, я устал. Я просто хочу остаться уже в Гомеле, никуда не ездить. Отложил немножко в сторонку свой промышленный альпинизм. Занялся совершенно другим делом. И там на новой работе он познакомился с парнем. Один месяц от работав. Получили первую зарплату. Мальчик 30 лет. Ну, и этот парень ему говорит, давай отметим, первая зарплата. Согласился. Выпили алкоголь, да? Да. Выпили алкоголь. И все люди по-разному алкоголь воспринимают. Мой сын, к сожалению, выпивать не умеет. И парень продолжает дальше. Ну, а теперь давай покурим. Ну, Саша был такой, как бы, непонятка. Он ему очень, кстати, перед этим очень много звонил. Были сняты телефонные звонки, где этот парень ему звонил и предлагал ему, ну, давай встретимся, давай купим. Он его подбивал на это. Саша ему говорит, ну, как так? Мне вот элементы заплатить надо. Как бы первая зарплата маленькая. Он снимал, у него было съемное жилье. Как бы жить за что-то надо. Я тебе денег дам. Этот парень дает ему деньги. Саша вспоминает, что у нас в районе все, наверное, знали, что есть человек, который продает. Он ему позвонил. Говорит, так и так. Ну, вот решили, давай попробовать. Вот. Продай. Взял деньги этого парня, доложил какую-то сумму свою, поднялся наверх, попросил этого парня, он говорит, как бы, я не понимаю, говорит, разбей меня на две сигареты. Разбил на две сигареты и спустился вниз. Он спустился вниз, метров пятьдесят отошел от этого дома, сели на остановке на лавочку и тут же взял ОМАН. То есть это уже, они были под контролем, я так понимаю, да? То есть получается, что вот та же марихуана во многих странах легализована. Здесь у нас в Беларуси человек, который в состоянии опьянения, да, решил попробовать, пришел, покупает и его же за это запаковывают и, собственно говоря, на восемь лет. Нет. Он даже не покурил, да? Нет. То есть он не продавал никому? Ничего не для кого? Нет. То есть он просто за то, что попробовал? За то, что нет. Даже не попробовал, за то, что захотел попробовать. Дело в том, что что сделали следователи? Они этот эпизод, его поднятие наверх, разбили на два, на две части. Якобы он поднялся, купил сначала себе, это первый раз он совершил преступление, ну так, по действиям правоохранительных органов. Потом он якобы поднялся, купил второй раз уже для товарища. Это второе действие. Это получается повторность деяния. А он ходил два раза? Нет, один. На суде все. И этот парень говорит, он поднялся один раз. Странно было, да, сходить за двумя сигаретами два раза? Он говорит, на суде парень говорит, нет, я ему дал денег, он один раз поднялся. Тот, у которого он купил. Он говорит, нет, он принес мне сумму, денег называет. Я ему разбил на две сигареты, он вышел. Суд не слышит. Почему торговца не посадили? Посадили. Посадили, да? То есть они знали, что он торгует, и просто ловили еще кого-нибудь, кто купит. Но в моем понимании, что этот парень, который его подбивал на покупку, он провокатор. Провокатор. Ему ничего? Нет, ему два с половиной домашней химии. Домашней химии, но тоже что-то дали. Возможно, знаете, как бывает, прихватывают кого-то, и потом его просят всех своих знакомых, кому это может быть интересно, неинтересно, кого-то вот первый раз втащить. И тогда мы тебе сделаем маленький срок. Этих случаев очень много. Я тоже такие знаю случаи, к сожалению, но действительно неправильно, что люди должны сидеть в тюрьме. Да, безусловно, наркотики это зло. Он принял первую часть, что да, я виноват, я согласился, он признал вину. А по первой части какое у нас наказание? До пяти лет. От? От нуля. До пяти лет, да. То есть могли какой-то и условно дать. Потом ему убрали повторность действий, нашли все-таки уже суд второй инстанции областной, когда уже была апелляционная жалоба, прокурор, это обвинитель, да, когда была апелляционная жалоба, прокурор встал и сказал, что снять третью часть до недоказанности, оставить первую и оставить срок отбывшим в СИЗО. Он 11 месяцев находился в СИЗО под следствием. А что они там 11 месяцев разбираются еще по такому вопросу? Дело в том, что по этому делу шло семь человек. Они объединили всех в одну кучу. И шло семь человек. Один человек, у которого была плантация, он садил огромное количество конопли. У него взяли и на даче, и на чердаке, мешками выносили. Торговецкая область? Да. Второй это вот этот торговец, который на самом деле торговал. У него второй раз он уже рецидив, он второй раз по этой же статье идет. И пять человек это те люди, которые приобретали у этого торговца. Так вот самое интересное, на скамье подсудимых сидел тот, кто садил, тот, кто продавал и мой сын. А остальных не было больше. А остальные приходили на суд и получили два с половиной года химии. У некоторых была конфискация имущества, потому что там были таксисты, у которых находили в машине коноплю. Так вот, тот, кто садил плантацию, получил 6 лет. А ваш сын 8? 8. Офигеть. За одну сигарету. 2 грамма 59 сотых. Офигеть. Тот, кто торговал и у него повторность действия, получил 10. Я вот что-то немножко не понимаю. То есть мы боремся за что? То есть у нас человек, который работал, да, значит, сел в тюрьму, грубо говоря, на 8 лет ему сразу дали, да. А те люди, которые непосредственно вот это втягивали в эту, да, зависимость, они растили, продавали, да. Они получили меньшее сроки даже сразу. Ну, сразу, да. Первый день, ну, торговец, у него второй срок. 10. Даже рецидив. Рецидив. Он получил 10, мой 8. Ну, для меня вот этот суд, это было что-то неимоверное. Честно, я считаю себя неслабым человеком, да, но в тот момент у меня был какой-то стопор. Я даже не понимала вообще, что это происходит. Я в порыве в этом заскочила в суд, в кабинет, в комнату, где судьи ушли, удалились. И задаю вопрос, судья Сытько советского района, говорю, а что это, да как вы, так а что это было, говорю. Все, что я услышала в ответ, Милочка, а что вы хотели? 3-2-8. 3-2-8. Закройте дверь, пожалуйста. Подождите, вот если мы считаем, что алкоголизм, например, это болезнь, если табакокурение, да, это болезнь, наркомания, то почему мы, грубо говоря, вот этих заболевших судим как преступников, а не лечением оказываем? Я вот не могу понять. Мы строим сами табакерки, мы начали ролик с этого, да, легализуем. Напротив лицея, в 20 метрах находится табакерка. Мы, кстати, пока снимали, на крыльце двое малышей курили. Мы просто не успели развернуть камеру, курили. То есть они, это вот клиенты этой табакерки, реально. Значит, алкоголь у нас продается везде. И в любое время. И в любое время, да. Наркотики. Что происходит? Почему мы не лечим? Не лечим людей, да, а сажаем в тюрьму. То есть этот человек, грубо говоря, да, 8 лет, если дали ему первый срок, он за 8 лет мог заплатить в бюджет столько налогов. И прошел бы он лечение 3 месяца. Ну, не знаю, повторно, если бы у него были какие-то, дали бы ему какие-то ограничения. Ну, блин, ну что это такое? Ну, я согласен, что это серьезная проблема. Я категорически против наркотиков. Но, честно говоря, вот эти меры, я пока не услышал о проблеме 3, 2, 8, я не знал, что настолько это серьезно. Я знал, что там знакомых каких-то прихватывали. Они вот ходили там своих знакомых, сдавали, как это работает, я понимаю. Но что это именно носит такой вот страшный характер, что людей просто... Ну, представьте, человек сидит 5 лет или 8, это уже все. То есть человек уже потерял, и каких он друзей там приобрел. Что он там, здоровье приобретет? Нет. Что его там вылечит? Его там еще научат многим вещам, которые лучше бы и не знать. Правильно? Значит, с 3, 2, 8 я понял. С табакерками, с алкоголем вашу позицию. Что еще вы хотите изменить, почему вы идете к депутатам? Дело в том, что очень долгое время я столкнулась именно с судебным вот этим беспределом, с следственным беспределом. Поэтому основные все-таки мои задачи – это судебная реформа. Я бы очень хотела, чтобы суды работали для всех, чтобы они были независимы, чтобы они не назначались сверху, а выбирались народом. Может быть, на какой-то конкурсной основе, может быть, еще что-то. Понимаете, чтобы любой человек мог действительно подать жалобу и рассчитывать на ее пересмотр, что она будет прочитана, что она будет рассмотрена, потому что жалобы не рассматриваются. Ну, я так, без сострадания, но говорю, что, конечно, это нереально, потому что то количество осужденных, начиная с 2014 года, это 18 895 человек. Это на самом деле нереально, это непомерный труд получать. Это только по статье 328. Это мы не говорим все остальные, потому что сейчас у нас из-за коррупции очень много людей садится и так далее. Поэтому моя основная задача все-таки это судебная реформа. И пообщавшись с депутатами, посмотрев им в их отдохнувшие от работы лица за 4 года, я бы очень хотела, чтобы они все-таки лишились нескольких льгот своих. Я думаю, что, ну, здесь немножко не так, наверное, будет сказано, не они должны меньше получать, да, а люди должны больше получать, потому что, ну, получают они там свою уже пенсию 2000 белорусских рублей, это официально это все знают, у них пенсия 2500 рублей. Ого. Да, если ты два срока подряд находишься депутатом, у тебя уже... Это нормально, что если человек голосует вот за тунеядство, там, увеличение пенсионного возраста, ему еще 2500, ему... 2000, да, 2000 белорусских рублей, 1000 условных единиц на данный момент, они, у них пенсия. Это если ты два срока подряд находишься в палате председателя. А почему бы вот не исключить вот эти возможности, чтобы кандидаты, не кандидаты, депутаты, чтобы не думали о деньгах, да, то есть пусть бы они получали среднестатистическую пенсию, среднестатистическую зарплату, пока я работаю. Может, тогда они начнут думать уже о людях. Вот это моя одна из тоже основных задач, потому что я считаю, что туда лезут прутся, я не знаю другого слова, люди только ради блага. Они на самом деле не идут туда работать. Они, ну, я имела возможность, так иду, или имела наглость когда-то в свое время сказать, что они бесхребетные. У них нет политической воли. Они, когда мы стояли, разговаривали, вышел к нам господин Чекан Михневич, это председатель по комиссии по законодательству, комиссии по законодательству. Они стояли как два пионера, когда мы их отчитывали, приехало около 200 матерей со всей республики, задавали им вопросы, что происходит, почему. Был конец сессии, они выдернули из законопроекта нашу статью, не стали ее принимать. И когда мы задавали вопрос, что происходит, ну, почему, что не так. Вот конец сессии. Я говорю, так возьмите на себя мужскую волю, ну, пойдите туда, идите к Андрейченко, идите сходите, продлейте сессию на неделю. Ну, что это такое, ну, это же ничего, ну, нету такого. У моего мужа есть аврал на работе, да, приходит начальник и говорит, надо остаться после работы. Останься, я тебе продлю отпуск попозже, ну, доделай, да. Он остается и делает. Почему вам этого не сделать? В ответ звучит, ответ звучит такой, о, это все очень сложно, это вам так кажется, что просто. А это все очень сложно. Так зачем это сложно? Если вы слышите, что люди, вся Беларусь поднялась, очень много, нас тысячи поднялись, пришли к вам, приехали, не вы к нам, а мы к вам в это огромное здание, за наши же деньги купленное и содержится, мы к вам приехали и просим, пожалуйста, это проблема, решите ее. А вы нам говорите, о, это проблема, нет. Нет, вот бы мой муж так на работе сказал бы. Или я бы так сказала, когда у меня были смотры областные, да, мне приходит директор и говорит, Таня, у нас смотр 15-го там или 17-го ноября, надо подготовить, да. Задаю вопрос директору, а мы как будем его готовить, на первое место, на гран-при, или так для галочки? Конечно же, на гран-при. Ни одного конкурса, сколько я работала и в школе 47-й, 5-й микрорайон, и НХП, это колледж народных художественных промыслов, ни одного смотра не было ниже второго места, и либо гран-при, либо первое. Я никогда не работала с холодцом, никогда. То есть, Анна Васильевна, по поводу депутатов, вашу позицию я понял, а что вы скажете по поводу президента? То есть, он 26-й год у нас на троне, как вы к этому относитесь? Так сложилось, что мне пришлось меня слышать только оппозиция. Наша государственная меня не слышит, она не хочет, она отворачивается, она отбрикивается. И когда я кричала на всю страну, что делать, куда бежать, как это все изменить, меня услышала только оппозиция. Да, многие мне говорили, Таня, не сталкивайся, они на тебе наживаются, они на мне, я на них. За счет их я стала узнаваемой, за счет их я меня стали слышать. И поэтому, когда я, ну, я не скажу, что я оппозиционер, я принадлежу какой-то партии, кстати, то, что я иду от партии, это ничего не значит, я хочу, чтобы это все понимали. Я попросила помощи, они не отказали, но это не более того. И я задавала вопрос оппозиционерам, всем, и Ромашевскому, и Короткевичу, и Статкевичу, всем таким ярким лидерам. Я с ними, со всеми общалась, и задаю, вы где? Что происходит? 20-й год на носу. Алло, меня домашнее, меня в окружении все спрашивает. Таня, ну где твоя оппозиция? Моя. Ну, не важно. Хорошо, уже теперь моя. Но Статкевич же говорит, Лукашенко должен уйти. Да. А вы ничего не говорите, как вы читаете? Должен уйти, не должен? Должен. Должен? И я когда задавала им этот вопрос, потому что этот человек привел страну в кошмар. Уже это грань. Потому что я сейчас, вот когда-то мне мама рассказывала про сталинские времена, времена. У меня дедушка был репрессирован. Его отвезли, расстреляли, а потом только в советское время оправдали, что он, оказывается, был, ну, был не виноват. Только потому, что он был полик. Его репрессировали, потому что он был полик. Все, больше ничего. И я, вот этот страх, который мне мама когда-то рассказывала, я сейчас его начинаю ощущать на своем окружении. Люди боятся. Он завел страну в такое состояние, когда люди боятся. Люди боятся прийти на работу и сказать директору, что ты козел, ты не платишь мне деньги, ты сам ездишь на Бентли, а я не могу на талончик наколупать денег. Люди стали бояться. Из-за этого страха, да? Да, страх. 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 Страх потерять работу. Понятно, переизбирается столько раз. Не, ну, это вообще-то отдельное. Выборы, честно. Есть у нас выборы? Нет, конечно. Но вы думаете, пройдете все равно? Есть шанс? Давайте сделаем так. Попробуем. На данный момент что сейчас происходит в головах там не знает никто. Мне кажется, что они сами просыпаются и не знают, что у них в голове творится. Поэтому 50 на 50. Все понятно. Но биться я буду до конца. Правильно. Что нужно изменить, чтобы мы реально жили в стране для жизни? Президента. Только? Суды? Вот то, что вы уже перечислили. Нет, давайте мы с вами начнем с того, что суды назначаются президентом. Поэтому нет президента, есть другие суды. Придет другой президент и назначит своих каких-то судов. Если его выберет народ, я думаю, что он должен слушать народ. Ну, это уже тоже когда-то народ выбрал. Нет, его не выбрал. Нет, его не выбрал. 94-м. Никто не спорит, реально народ выбрал. Тогда была ситуация, когда народ... Или коммунисты, или вот это. Да, или это, или это. А вот тут коррупция, будем бороться. Кстати, не смешно, что мы 26-й год боремся с коррупцией, а она все на том же месте? А ну посчитайте резиденции. Резиденции. Вот главный коррупционер получается в стране, да? Я думаю, что когда люди переживают, что мы не сможем отдать кредиты, что он удерживает страну от войны, что он еще что-то... Я думаю, что когда Александра Григорьевича не станет, мы продадим его резиденции, и отдадим все кредиты. Хватит? Да, я думаю, что хватит. По поводу войны, я думаю, что ни один белорус войны не хочет. Никто, ни один. И единственное, что если народ все-таки будет думать, потому что, ну когда-то такую резкую фразу бросил господин Шуневич, что мы дырявые, да? Ну где он? Сам там. Там-там, да. Поэтому белорусы не дырявые. Белорусы не дырявые. Далеко нет. А за что его сняли, знаете? Я думаю, что... Уже там даже... Он просто, наверное, там поняли, что если он будет продолжать, народ возьмет вилы. И побоялись вот скорее вот этого. А теперь же, знаете как, как в том анекдоте, пиши три письма и уходи, так и тут, понимаете? А теперь на него легко все свалить, это он виноват, а Караев вроде такой мягкий, пушистый. Хотя мы пытались попасть к нему на прием. Ну, меня не пускают. А если вот этот будет продолжать, как вы думаете, в следующем ходу народ возьмет вилы или нет? Пока нет. Не возьмет еще? Народ не готов? Нет. Я думаю, что нет. А мне кажется, народ уже куда более готов. Да знаете, почему народ не готов? Потому что, вот я уже говорила, что, цитирую, классика настоящих буйных. Мало будет и нету вожаков. Нету такого человека, ну вот я, по крайней мере, еще пока его не вижу. Чтобы он действительно... А вы в зеркало смотрели? Я бы за вами пошел ночью, я вам верю. У меня нет высшего образования. Говорят, чтобы стать президентом, надо высшее образование. Хотя мне предлагали купить уже. Тань, давай мы тебе купим образование. А среди оппозиционеров, что нету там достойного никого? Вот вы так общались. Я, понимаете, что получается, я говорила, я очень открытый человек. Говорю, если мне что-то не нравится, прям в лицо. Я говорила, что такое ощущение внутри оппозиции, что они сами не могут... Вот есть стул, да, и они друг друга, расталкивая локтями, пытаются добраться до этого стула. Здесь не это. Если у каждого из них в голове в первую очередь тюкнет народ, и они поймут, что надо создать коалицию, что надо объединить свои силы в один единый кулак и бомбануть, неважно, кто там будет. Если там будет, кто бы там ни был, даже если там будет Каневская Татьяна Васильевна, но вы поймете, что да, мы вместе, и мы собрались, да, и та же оппозиция, и принимаем решение вместе. Ну, президент — это как картинка, да, а ведь на самом деле решать можно же как-то вместе все эти вопросы, объединять, приходить к какому-то решению, спрашивать народ в первую очередь. Мне говорили оппозиционеры, вот, что есть какая-то коалиция там, просто дело в том, что за ними, за каждым из них очень мало людей стоит, и поэтому объединяйся там в пятером, в семером, ничего не дает. Сергей, я задам вопрос, а почему за ними мало людей? Люди сами не заинтересованы. Подождите. Для наших людей сформирована такая ситуация, что политика — это плохо что-то там нельзя, оппозиция — это вообще ругательное слово, да? И вот до какого-то момента белорусский язык с оппозиция была связана, оппозиция — это негативное было слово Беларуси. И получается, что вот эта власть через СМИ, она сформировала такой образ, что люди как бы к этому страху своему добавили еще вот эти клише, что вот это прям вот очень плохо, это явно какие-то гранты, они там эти оппозиционеры кормятся с запада. Послушайте, если только мешает слово оппозиция, ну давайте придумаем слово арбуз. Может быть, оно не так будет отпугивать людей. И арбузом ударим по власти. И арбузом ударим по власти. Ну я не понимаю, это... Нормально. Вышь, как бы, если пугает слово оппозиция или еще что-то, ну давайте придумаем хорошее слово. Люди предложили уже народный контроль. Отлично. И вот по всем вопросам этот народный контроль вводите. Замечательно. Пишут в комментариях. Смотрите, есть проблема 328. Она, как только начинаешь говорить, что это наркотическая статья, она народ отпугивает. Все сразу, даже когда я собирала подписи, я их собрала около 1200 чем-то. Чисто для себя. Вот просто для себя, чтобы понимать. Вообще, на самом деле, народ меня поймет, не поймет. И когда ты начинаешь говорить, а что это за статья 328, это наркотическая. О, наркотики, нет, нет, нет. Если бы я написала, что вот плакатом вышла бы я против наркотиков, у меня народ собрался бы быстрее. И народ не воспринимает вот это, что наркотики плохо, но не понимают, что статья 328 это тоже против наркотиков. Но мы за справедливые суды. Мы немножко по-другому. Поэтому, если пугает слово оппозиция, БНФ, вот они сразу видят флаг бело-красный, о, сало-мясо-сало, не, это БНФ. Понимаете? Ну, я не понимаю, но напишите другие слова. Мало кто знает, но под этим флагом, бело-красно-белым, вот этот президент принимал присягу. То есть, этот флаг никак не может быть вне закона. Правильно? Да я вот вам серьезно. Да я-то знаю, люди не знают. Подождите, если есть такие видеоролики, как забомбить ими интернет, пусть люди увидят. А это есть в интернете, как принимают присягу? Значит, мало. Потому что, на самом деле, меня тоже люди спрашивают, а что это за флаг? Таня, это что? Я объясняю людям, потому что, да, я столкнулась, и я стала искать, смотреть, думать, да что ж такое, это что ж так люди боятся? Это потом люди отстаивали и до сих пор отстаивают этот флаг. Ну, так все, повесьте этот флаг, повесьте там, где он присягу принимает на Конституции, которую потом под себя и перекрусал ее. Татьяна Васильевна, вот мы предложили свою площадку, чтобы кандидаты могли обратиться к своим избирателям, сказать, что их не устраивает, что они хотят поменять. Вот перед вами ваши избиратели в Гомеле, в Советском районе, да, вот что бы вы им сказали? Ну, перво-наперо, это не бояться, в первую очередь. Вторую очередь, для того, чтобы мне действительно стать кандидатом, мне необходимо огромное количество наблюдателей. это люди, которые будут находиться при подсчете голосов либо в комиссиях, чтобы действительно реально показать, что выборы есть либо их нет, потому что, потому что, если мы будем говорить о том, что их нет, этих выборов, но сами за этим не следим, это одно. И второе, вы знаете, что наркотики, это действительно очень плохо, очень плохо. Я видела людей, которые умирают от наркотиков. Нас все время пугают тем, что мамы, чьи дети погибли, хотели бы с нами встретиться, и я призываю к этой встрече этих мам. Я готова сказать искренние слова, не знаю, поддержки вам, сочувствия, но наши дети, которые находятся в тюрьме, они медленно умирают. Они медленно там умирают. Есть дети, которые психологически не выдерживают и вешаются. Есть дети, у нас в Гомельской женской тюрьме девочка одна без легкого, и она там медленно умирают, и врачи не хотят ей оказывать медицинскую помощь. Поэтому беда одна у всех, это наркотики. Но я хочу, чтобы вы знали, это не наши дети виноваты. В 2012 году были легально, легальные жевательные смеси. И они продавались везде. И государство его продавало, оно не запрещало никому, кто-то на этом зарабатывал огромные деньги. И когда увидели, что дети стали выпрыгивать из окон, выкалывать глаза, попросту умирать, вот тут государство спохватилось и издало этот декрет, из-за которого наши дети теперь сидят. Там не сидят те, кто возит эти наркотики, там не сидят те, кто продает на самом деле, там сидят те, кого когда-то накормили спайсами. Поэтому моя задача все-таки сделать так, чтобы любой из вас, любой, кто обратится в суд, мог легко, свободно, если он считает, что он невиновен, выиграть суд даже у сына мэра. Потому что сейчас это нереально. Вы не выиграете этот суд. А я хочу сделать, чтобы вы его выиграли, чтобы вы могли спокойно ходить по улице и понимать, что милиционер не подойдет к вам просто так и не скажет, что у тебя, потому что у него разнарядка, поймать на сегодня 15 человек на улице. Он не подойдет к вам и не скажет, что пройдите со мной. А если вы с ним пройдете, он вам навешает того, чего у вас даже не было. Поэтому я за спокойную Беларусь, я за спокойную нашу нацию и очень хочу, чтобы наши депутаты все-таки шли туда в парламент с идеей, а не для того, чтобы получить какие-то льготы. Я хочу их лишить как можно больше. Друзья, поддержите Татьяну Васильевну Каневскую, кандидатов в депутаты по 34-му избирательному советскому округу в городе Гомеле и давайте вместе будем строить страну для жизни. Спасибо. Спасибо, Иван Сереж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok